Гордый артист цирка Халиф интервью решил взять у себя сам. При первой же встрече отобрал микрофон. Он из рода макак Лапундеров. Такой вид отличается, что называется, умом и сообразительностью. Поэтому и дорессори подается легко. Трюки схватывает буквально на ходу, на лету. Вот как люди бывают, да, вот что-то дается очень легко. Вот так же вот он. Я его называю вундеркиндом еще. То есть он, все, что вот у меня делают 12 обезьян, вот он знает любую работу. Может, если, не дай бог, там кто-то заболел, он может любую обезьяну рабочую заменить. Нашему юному артисту всего 5. График у него достаточно насыщенный. Около 15 выступлений в месяц. И чего он только не умеет. Каждое выступление пародия на артистов цирка. Халиф у нас и акробат, и джигит, и канатаходец, и виденьклоуны, и ведущим хочет быть. После представления, после работы они не устают, потому что приходят уже в вольеры у них такие большие, и они начинают еще там играть, беситься. Я говорю, ты не устал, неужели? А ему еще хочется, то есть энергии очень много. Самое основное, главное в дрессоре, конечно, это в первую очередь, это любовь к животным, без этого никак и никуда. И большое терпение, потому что обезьяны, они такие очень, вот видите, шустрые, наглые, нахальные, упертые. Когда что-то там пытаешься начать с ним делать, там элементарные какие-то трюки, вот, то приходится именно доказать, что надо это сделать. Детей Халиф старается избегать, потому что не знает, что от них можно ожидать. А вот ребята и маленькие, и постарше в восторге от хостатого артиста и от представления. Цирк был очень классный, самый лучший цирк во всем мире. Мы еще раз придем в этот цирк, потому что нам понравилось выступление лошадей, обезьян и других животных. Обезьяны, медведи, еноты, а еще акробаты, гимнасты и клоуны. Посмотреть цирковое представление ярославцы могут до конца недели. Софья Кременецкая, Антон Комаров. День событий.